Сегодня я бы хотел напомнить себе и всем нам, братьям, об одной такой милости Всевышнего Аллаха Субханава Та'алии. И как мы, как верующие, должны относиться к этому? Это ризг. Ризг, то есть на арабском языке переводится как удел. В нашем понимании, что такое ризг? То есть, когда говоришь человеку ризг, или там на тюркском языке ризыг, всегда думаешь, что это еда, деньги. Однако, что такое в понимании Кур'ана и Сунны ризг? И как мы должны правильно требовать свой ризг? И об этом такое название сегодняшнего маленького напоминания. Стремитесь к ризгу, который уготовлен вам у Аллаха Субханава Та'алии. Это кусочек аяты из Кур'ана. Стремитесь к ризгу у Аллаха Субханава Та'алии. И очень Кур'ан, он удивительный, Субханава Та'алии. Поэтому у арабов обычно, когда что-то говорят, спроси, например, что-то у него. Вот так с якль джумля идет в арабской грамматике. Например, попроси машину у твоего брата. Вначале идет то, что ты просишь, а потом у кого просить. Но здесь в аяте Аллах Субханава Та'алия сказал, нет, просите не риск у Аллаха, а просите у Аллаха риск. То есть Аллах Субханава Та'алия, ученый, муфасир, указывает то, что это, на что указывает то, что приблизьтесь к Аллаху и будет вам риск. То есть не нужно, не идите к Аллаху ради риска, а стремитесь к Аллаху, Аллах сам вам даст риск. То есть Аллах Субханава Та'алия вначале поставил себя, свое величие. Любите Аллаха, стремитесь к Аллаху Субханава Та'алия и получите то, что Аллах Субханава Та'алия обещал вам. Поэтому это опять указывает на что? Такие тонкие вещи указывают чтобы наши с вами сердца были привязаны к Аллаху Субханава Та'алия, не привязаны к тому, что дает Аллах Субханава Та'алия, как Аллах испытал Субханава Та'алия Ибрахима, когда дал ему, испытал его Сумаилем, проверить его, что он больше любит. То, что Аллах ему дарил подарок, Исмаиля, или того, кто дал подарок, Аллаху Субхану ва Та'але. Поэтому на сегодняшний день, Субхану на братья мои, опять же, мы, прихожане, когда приходим в мечеть, видим одну картинку. А то, что бывает творится внутри мечети, как имам, с какими ситуациями люди сюда не приходят. Не только имам, он там намазы проводит, лекции читает. Иногда бывает, как и психологом работает. Такие семейные ситуации, денежные ситуации и так далее. Когда в последнее время очень часто бывает то, что Субхану на братья, из-за этой дуне, из-за того, что люди хотят получить риск, свой удел, сколько на сегодняшний день люди полностью загрузились в это и забыли об основном то, ради чего Аллах Субхану на братья сотворил. Я записал тут вещи. То есть сколько после смерти отца, сыновья, то есть братья, между собой спорят из-за какой-то земли, из-за какой-то мир аса, из-за какого-то наследства. Брат с сестрой не общается. Брат с братом — это все есть, Субхану Аллах. Это все на сегодняшний день. Из-за мира аса, из-за этого. И опять же, что? Хотят побольше риска, побольше удела взять. Сколько братьев, даже родственников, вместе вели бизнес, и у них пошло разногласие в чем? В риске, в уделе. И после этого стали врагами, не общаются и так далее. И все из-за чего? Из-за риска. Сколько компаньонов, которые вместе вели бизнес, в разногласии, у них какое-то произошло, стали врагами друг к другу. И все из-за чего? Из-за денег, из-за риска. Сколько, опять же, это все живые истории, сколько семей расстались, жена с мужем не договорились, то есть хотела какой-то удел получить, не получила от мужа и так далее. И из-за этого развелись, дети остались. Субхану Аллах, это все есть. Даже, может быть, если это не видим, но это все есть. И с такими ситуациями приходят в мечеть, Субхану Аллах. И это все вокруг чего? Вопросы риска. Но давайте же поймем, риск кто дает. Откуда риск? Откуда удел? И как правильно относиться к этому должен верующий человек? Поэтому, как говорят, даже вот, например, в Саудовской Аравии, когда жил, видел смертную казнь. Видел, как руку отрубают за воровство. Опять же, за воровство риск. Человек хотел получить удел, но неправильным путем. Из-за этого риска потерял свою руку. Сколько в тюрьме людей сидят из-за того, что хотели получить, думали, это их риск, но они неправильным путем хотели его заработать, из-за этого сидят в тюрьме. Поэтому, альхамду лилля, уважаемые братья, в первую очередь, мы должны понимать, и это вот этот аят, в 40-й год, 6-й аят, должно быть правило для нас всех, верующего человека в отношении риска. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, прочувствуйте этот аят сердцами. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, ни одного живого существа на земле нету, которому я не дал его риск. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит. И Аллах знает каждого живого существа, человека, животного, насекомого, каждому Аллах дает риск. И Аллах Субхану Ва Та'Аля каждого знает место пребывания и место хранения. Мы не знаем, где мы будем жить, предполагаем, но где мы, на какой земле будем жить. Даже я думал, например, я сам с Ульяновска думал, приеду сюда пару месяцев, поеду в Саудию, в Катар, остался в Москве. Не знаем, где мы будем жить. И не знаем, где мы умрем. Опять же, Субхану Ва Та'Аля, живой пример. Папа, рахмаллах, мой отец, инсульт получил в Ульяновске, намаз, когда проводил, был имамом в мечети. Мы его сюда привезли, здесь он умер в Москве. То есть приехал, получается, на самолете мы его привезли в состояние, то есть он был без сознания, Шараф Хаджи знает. То есть, получается, он прилетел из, удивительно, Субхану Ва Та'Аля, из Ульяновска на самолете, чтобы полежать без сознания в больнице и в Москве, в Москве умереть. И вернуться, чтобы его похоронили в Ульяновске. Субхану Ва Та'Аля. Вот мы не знаем, где мы умрем. Аллах знает, Субхану Ва Та'Аля. Каждому дает риск, и Аллах знает каждого места пребывания и места хранения. Субхану Ва Та'Аля. Это должно быть для нас полное для нас правило должно быть. Этот аят Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'Аля, Гуд, шестой аят. Выучите его, если наизусть и будете постоянно себе повторять. Это, الحамду Ва Та'Аля, только будет благом для всех нас. Поэтому Как говорят ученые, твой риск у Аллаха. Если даже ты не будешь стремиться, чтобы получить свой риск, риск побежит за тобой, подобно тому, как твоя смерть за тобой гонится, как твой срок. Поэтому пророк Мухаммад, Субхану Ва Та'Аля сказал, никогда не упогинет эту жизнь ни одна душа, до тех пор, пока полностью не заберешь свой риск. Бывает, Субхану Ва Та'Аля, человек что-то кушал, одному брату мы похоронили, за столом яйцо кушал, половина яйца откусил, половина осталась. Думаю, весь съест, а риск его, это не его риск уже. Поэтому ученые говорят, когда человек уходит из этой жизни, его риск закончился. Поэтому задается вопрос, для чего люди разборки устраивают между собой, чересчурные, пугают, забирают нехаляльным путем то, что им не принадлежит, обманывают, кидают. Субхану Ва Та'Аля, это же риск твой придет тебе. Ну как придет? Халяльным путем, альхамду Лля, харамным путем он тебе все равно придет. Если ты не возьмешь его харамным, он тебе придет все равно, только халяльным путем. Но за это ты не будешь отвечать, а за это будешь отвечать, отвечать перед Всевышним Аллахом. Субхану Ва Та'Аля. Кадимин قال Ибрахиму, алейхи салям, для ковми фабтагу عند Аллахи ризк ва Абуду ва Шкуруля. Аят сурата Аль-Анкабу, семнадцатый аят. Ибрахим, алейхи салям, еще давно сказал своему народу, стремитесь к тому уделу, которому готовили для вас у Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'Аля, поклоняйтесь ему и благодарите его. То есть Ибрахиму, алейхи салям, кана ямрухум, биэлла ярзаку мин алихатихим, ва ла мин кубарайхим, ва ла мин альмалла, и ладзи ясу айтуруна алейхим, иннама ябтагууни мин Раббина жалля жалаля. То есть Ибрахим, алейхи салям, тем самым повелел своему народу, не стремитесь к риску, уделу, не просите у идолов свой риск, не просите у каких-то высокопоставленных над вами, не унижайтесь перед ними. Делайте причины, зарабатывайте халяльно путем, но просите у Аллаха, субханнаху ва тааля. Знаете, хадис Абдуллах ибн Мас'уда, который переводится саххэйн, саххэйн Бухарий, муслим, все его знаете, где посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал, хадис, то, что будет сгустком, то есть каждый из вас в утробе своей маме 40 дней, потом будет кусочком, потом хадис, который, вот этот хадис известный, после этого Аллаха, субханнаху атеаля, после 120 дней, Аллах посылает ангела, и он в него вселяет душу, поэтому, когда уже 4 месяца, 120 дней в утробе мамы, это уже человек, если он природился, бывает такое, что там, родился, был выкидыш на пятом, на шестом месте, ему уже нужно тоже его помыть, завернуть кафе, на его джаназа прочитать, он как человек. Когда 4 месяца исполняется, Аллах, субханнаху атеаля, посылает ему ангела, и он в него вселяет душу, то есть человек это тело и душа. И этот ангел пишет для него 4 вещи. Первое, сколько он возьмет в свое дело. Его дела, какие будут его дела, его срок, сколько он проживет на этой жизни, и будет он счастливым или несчастным, несчастным или счастливым. Эти 4 вещи, ангел еще в утробе мамы, когда мы все были, нам всем прописал. То есть, еще когда мы были в утробе наших матерей, наш риск уже был нам предписан, сколько мы получим из-за этой дуни. И об этом обучил нас наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум ассалям. И в хадисе, который приводит имам Муслим, в хадисе Абу Зарра, Аллах, субханнаху атеаля, обращается к своим рабам, в хадисе Абхудсе, к нам обращается Всевышний Аллах, субханнаху атеаля, и говорит, «Инни харрамту зульма аля навси, ваджаальту байнаку мухаррама, фалата заляму». «Я притеснение, зульм», когда человек притесняет другого, притеснение сделал харамом по отношению к самому себе, говорит Всевышний Аллах, субханнаху атеаля, и также сделал среди вас зульм, притеснение, харамом запрещенным. «Не притесняйте же друг друга», говорит Аллах, субханнаху атеаля, «Не притесняйте друг друга». «Я аибади», потом Аллах обращается к нам, к нам ко мне обращается, «О, мой раб, о, мои рабы, куллюкум баллун илля ман хадейту, каждый из вас заблудший, кроме тех, кого я направил на прямой путь», говорит субханнаху атеаля, «Просите у меня прямой путь, я буду вести вас прямым путем». «О, мои рабы, каждый из вас голодный, кроме того, кого я накормил, дал пропитание». «Просите же у меня пропитание, я вам дам пропитание». То есть имейте в виду, просите у Аллаха ризг и старайтесь ради этого, делайте о себе завищееся после того, как вы будете делать себя причины, я вам дам, говорит субханнаху атеаля. Также, то есть этот хадейт в Кудсе указывает то, что ризг от Аллаха, то, что все от Аллаха, наш хедая, прямой путь от Аллаха субханнаху атеаля. Но перед этим Аллах субханнаху атеаля указал нам, он говорит, так же не притесняйте друг друга, не воюйте ради риска с друг другом, не делайте зульм по отношению друг к другу. Хадейф Юнас бин Абид говорит, один раз я сидел, у меня была еда, мясо, и пробежала кошка. И я дал кусочек мяса этой кошке. Говорит, потом я встал, мне стало интересно, Юнас бин Абид говорит, прислез за этим котенком, за этой кошкой, куда она пойдет, где она будет кушать этот кусочек мяса, который я дал ему. Или пойдет сама кушать, или поделится со своими котятами. Говорит, если я встал к месту, в жанебе байт, говорит, я встал, и потом посмотрел, что эта кошка пришла к какому-то заброшенному дому, и там была некая нора, и положила этот кусочек и убежала. И когда посмотрел на эту нору, оттуда большая змея, выползая большая змея, слепая змея, быстро ухватила этот кусок мяса у этой кошки и обратно заползла к себе в нору. И в этот момент я вспомнил аят Аллаха, ни одного существа живого нет в этой земле, на этой земле, которому бы Аллах не дал свой удел, свой риск, свое пропитание. И Аллах знает у каждого места пребывания, места хранения, все это зафиксировано в небесных скрижалях. То есть этому, этой змея, Аллах дал риск через этого Юнас бин Абидо, через кошку, Аллах дал, все равно ему и дел пришел даже к нему в нору. Пророк Мухаммад часто сидел с сахабами, говорил об уделе, риске, всегда радовал сахабов и всегда остерегал их, дабы они ни в коем случае не кушали храм. То, что запрещено, то, что им не положено, то, что им не принадлежит. И я хадзирхум мин таатии, кама фи хадзи ибо посланник Аллаха послал ибни люди чтобы он собрал садегат с людей. И тогда ему сказали, вот это садегат а вот это тебе подарок за то, что ты пошел потратил свое время и так далее. И когда пришел он повсланник Аллаха тогда ибни сказал, почему ты это не даешь садегат который для мискина, факиров. На что он сказал, это мне дали подарок, а вот это садакат я рассудила на то, что Пророк Мухаммад разозлился и сказал ради этого я тебя послал чтобы ты заработал это принадлежит тем, кто нуждается то есть Пророк Мухаммад таким образом из Сиры посланник Аллаха из хадисов, то есть побуждал чтобы люди ни в коем случае, даже где есть сомнения, чтобы не попадало им ризг харам или тот то есть был один так же юноша который пошел вместе с Пророком Мухаммадом на битву и взял себе часть трофея скрыл, себе оставил и потом его он пал шахидом на этой битве в него попала стрела и сахабы закричали Аллаху Акбар Он умер, пал шахидом Он умер, пал шахидом Он сказал, что он умер, что он умер Он пал шахидом вы говорите, но однако то, что он скрыл и себе удел этот украл этот кусочек будет его обжигать в могиле огнем сказал Пророк Мухаммад даже если он пал шахидом поэтому Пророк Мухаммад таким образом требуйте риск старайтесь ради риска но однако пусть это будет халяльным путем ни в коем случае не харамным я не знаю я не знаю Продолжение следует...